всем привет с вами канал артмания и сегодня я записываю ролик честно до конца мой диамет не известно не знаю как его там в итоге назвала но наверное аллергия на пыль давайте изначально сейчас расскажу маленькую историю по этой истории я думаю вы поймете что конкретно у вас история у нас была такая то что свекой подарила пылесос и как раз это было то время когда магазинов было мало и соответственно пылесосы были очень дорогие ш можно как раз начинали жить то есть у нас не было денег купить самим пылесос они были очень дорогие чтобы купить хорошее это надо было несколько несколько также много достаточно денег И она подарила пылесос и сказала, Наташ, вот я вам дарю пылесос, каждую неделю мы будем приезжать, проверять, если пылесос окажется полным, мы у вас его забираем. Но поскольку мы жили на первом этаже, у нас были одни ковры, то, конечно, нам пылесос был нужен. И мне, соответственно, приходилось его чистить. Муж отказался, очистила я. И в какой-то момент я очень-очень, ну, то есть я дышала пылью уже, когда я его чистила. И потом я в последний раз, я помню, очень сильно надышалась пылью, и у меня заложило нос. Просто его заложило. То есть я стала замечать то, что я дышу уже не так, как раньше. То есть мне что-то мешает. Мне казалось, что у меня на сумок что-то вот там застряло такое, что надо вот как-то прочистить, как-то вот что-то вытащить. Ну, тяжело стало дышать. И, честно, если у вас тоже такая же наступила беда, бегите сразу к врачу. Пускай это будет поликлиника ваша. Он хоть что-то даст вам. Я думала, у меня это пройдет. Я подождала несколько месяцев. Это не проходило. Я пошла к врачу. В поликлинике врач была бестолковая. Ей было вообще наплевать на людей. В карточке, я не стала доставать свою карточку, но там реально каляки-маляки. Она реально вот так вот писала. Как дети вот пишут. Вот реально, говорю. Если там бывает еще что-то пишут, то это просто вот каракули были. Она там чего-то записала. А первое средство, какое она дала, я не помню. К сожалению, я потеряла коробочку, не сохранила. Сразу говорю, коробочки сохранила. Все средства, вот которые вы покупаете, средства, вырезаете первую, то есть вот лицевую часть коробочки вот этой вот. Подписывайте, что это первая. Помогла она вам? Не помогла. То есть от носа. Подписывайте, что она у вас от носа. Для носа там. Ну, да, правильно будет, для носа. И складывайте специальный конвертик, чтобы она у вас была. В случае чего, если там вы захотите снова попробовать это средство, у вас будет его этикетка. Вы сможете ее взять, прийти в аптеку, показать вот это мне дайте. И все. Ее опять оставляете, опять кладете ее в конвертик и все супер. То есть обязательно вот это делайте, чтобы она у вас осталась. Не только вот именно вот эти лекарства для носа. Все абсолютно, какие вы принимаете. Вот я сейчас начала делать вот так вот. Раньше я как-то не догадалась до этого. Вот. И еще очень важно, когда вы покупаете для носика, смотрите, чтобы там было написано спрей. Именно спрей. Назальный. То есть для носика. Спрей. Если написано капельки, не берите. Это вот капли вы закапывали, они у вас туда пробежались просто и все, эффекта ноль. А спрей, он вы брызнули, да, они там где-то остались. Никогда не делайте так. О, там протекла, там затекла, все, я там второй глоткой глотнула, да, и все, все, супер, не надо так делать. Не делайте. Сели, брызнули, голову подняли, подержали. Она сама туда затекла, впиталась. И все. То есть только вы так делаете. За много лет, уже за 5-6 лет, наверное, вот это вот всего, своего лечения, попыток, я вот пришла именно только к такому выводу. То есть это вот обязательно только так делайте. Именно берите спрей. И давайте сейчас я вам дальше покажу, какие же лекарства мне я пользовалась и про каждое лекарство я вам расскажу. Как бы не считая того первого, к сожалению, я даже не помню, как оно называлось. И в карточке у меня каракуля написанная. То есть даже сама врач, она не смогла прочесть, что здесь написано. Потом в итоге я перестала ходить, потому что диагнозы мне не поставили. Я его ставила сама, уже читая средства по инструкции, находя там, в интернете искала. Вот только вот уже как-то так вот я пыталась найти. И давайте с вами посмотрим же, наконец, лекарства я их закрыла таким пакетиком, чтобы сейчас каждое вам буду доставать, чтобы вам не мозолить сильно глаза. И про каждое буду рассказывать. Так, первое лекарство у нас получается СНУП. СНУП. Обычное первое лекарство. СНУП. Спрей назальный. Ну, там чего-то там такое. Вот, в конце ролика я вам покажу их всех поближе. Вы посмотрите. СНУП. Честно, им нельзя перебарщивать. Иначе может нос заложить. Брызгать его, по-моему, брызгать там можно один раз или два раза в сутки. То есть, по одному разу в каждую ноздрю. Нос начинает дышать просто великолепно. Но, как выяснилось, он особо не лечит. Как бы можно брызгать. Вы брызгаете, брызгаете, брызгаете. Месяц, два, три. То есть, с утра вы брызгали, к вечеру у вас уже нос перестаёт дышать. По-моему, даже один раз в сутки. Я, по-моему, брызгала на ночь, чтобы уснуть спокойно, потому что у меня нос просто не дышал. Мне было очень тяжело дышать. По-моему, даже один раз в день. Но читайте обязательно инструкцию. Я помню, что я один раз слишком часто начала брызгать. И у меня нос очень сильно заложило. И более-менее он начал дышать только спустя недели-две, наверное. Я очень сильно страдала. После этого я уже начала читать инструкцию. То есть, ну, вот, сноб, к сожалению, только вот так вот. Может быть, он, конечно, в какой-то части лечит, но вряд ли. То есть, ну, вот так вот можно. Или с утра брызгать, то есть, и целый день вы дышите. Если у вас была энергия на пыль. Ну, то есть, у меня аллергия на пыль. Как бы, если я где-то почувствую пыль, у меня тут же закладывает нос. Может заложить очень сильно, если очень много пыли. Или может заложить немножечко. То есть, сноб, это вот так вот. Вот. Это вот как раз я второй раз пришла к этой врачихе. Она мне посоветовала сноб. Третий раз я, конечно же, к ней не пошла, потому что смысла нет. Она меня не помнит. Она не понимает то, что она записала. Вернее, не может прочесть то, что она записала в карточку. И я поняла то, что зачем идти. Я пошла тогда просто в аптеку. Мне попался женщина пожилых лет, фармацевт. Которая работает там, ну, наверное, уже более, ну, хотя бы половину жизни своей, так точно. А может и всю свою жизнь. И она мне уже посоветовала пеносол. Обычный пеносол, он на травках. Вот его коробочка. Он на травках находится. Ну, вернее, сделанный. На травках. Также, кстати, вы можете не идти в поликлинику. Вы можете просто прийти в аптеку. Выбрать аптеку там, где есть пожилой фармацевт. Хороший, добрый. И просто прийти, рассказать свою ситуацию. Вот у меня случилось вот так-то, так-то, так-то. Пожалуйста, посоветуйте мне что-нибудь. Врачу я там не могу идти, потому что там мне некогда. Я работаю, например. И тогда она вам вполне может что-то очень хорошее посоветовать. Но, опять же, смотрите, бывает. Средство, которое стоит очень дорого. Допустим, 700 рублей, 900. Спрашивайте сразу аналог. Обязательно аналог. Аналог это тоже самое лекарство, только дешевле. То есть там вы платите за бренд, возможно. А здесь вот просто такое же лекарство. Уже платите за само лекарство. То есть это вот тоже учесть надо. Тут она мне, конечно, так вот посоветовала пеносол. Я его купила. Начала принимать. У меня нос начал дышать. Мне он реально помог. Помог, конечно, он опять же ненадолго. Какое-то время. Там опять читайте инструкцию, сколько времени надо брызгать. Как часто. Обязательно читайте, как часто. Потому что если вы слишком часто начнете брызгать, то вас может заложить. Если у вас нос закладывает, значит вы часто брызгаете. Либо это средство вам не подходит. То есть бывает такое даже. То есть у меня начал дышать. Спустя какое-то время опять у меня перестал нос дышать. То есть это ненадолго, в принципе. То есть полностью вы не излечитесь. Через несколько, там какое-то время, я не знаю, я снова попробовала это лекарство. Уже купила к тому времени новый. Тот у меня тюбик закончился. Он мне не помог. У меня тут же начал закладывать нос. Он мне помог, по-моему, единожды. Один или два раза. Я сейчас уже не помню. Вот. То есть даже вот у меня здесь есть полный тюбик. Он мне не помог уже в следующий раз. У нас пеносол. Дальше я пошла снова в аптеку. Того фармацевта уже не было. Была другая. И мне уже посоветовали Акваморис. И поскольку как раз я в этот момент ездила часто на море. То есть если у вас есть возможность, или вы ездите каждый год на море. Старайтесь лечить носик морем. То есть заходите в море. Где-то вот досюда. Опускайте голову вот так вот до воды. Чтобы нос был в воде. И чуть-чуть в себя отдыхаете эту воду. Чуть-чуть. Чтобы вот она чуть-чуть вот так вот зашла. И там своей второй глоткой проглатываете. Ничего страшного в этом не будет. Конечно, если вы не отдыхаете в Лоу. Если вы отдыхаете в Сочи, то в принципе ничего страшного. Либо зайдите куда-нибудь туда подальше. То есть в принципе вы не захлебнетесь. Но если вы за сутки, допустим, вот так вдохнете там 2-3-4 раза. Это будет очень хорошо. Море вам очень поможет. Очень. Мы ездили каждый год. И с каждым годом я замечала то, что я дышу лучше, лучше, лучше и лучше. Плюс, допустим, Акваморис. Так вот. Ну, я потом покажу Акваморис, какой у меня. Потому что они бывают разные. Акваморис гораздо проще. Им, значит, нужно брызгать 8 раз в сутки. Это с утра до вечера. Через каждые 2 часа я ставила, помню, будильник. То есть там у меня было 10, 12 там и так далее. Вот так вот каждый день у меня будильник звенел. Я с собой брала, то есть на улицу, везде с собой брала по 2 тюбика. То есть если у меня неожиданно один закончится, я начинаю пользоваться вторым. И скорее там бегу в аптеку, покупаю еще один тюбик, чтобы он у меня был. Вот. Там какое-то тоже время надо пролечиться. Сколько по времени, я уже не помню. Если вы влечитесь, обязательно записывайте все это. Заведите тетрадку, записывайте. Насчет будильника. То есть вы поставили будильник. Он у вас звонит через каждые 2 часа. Самое главное. То есть вы выходите из автобуса, например. Или заходите в автобус. И тут у вас звонит будильник. Не нужно его откладывать. Ну, как бы вы его выключили, да, там. И тут же сразу же это лекарство принимаете. Не надо ждать. Ой, сейчас вот я там проеду 5 остановок. Вы иду, и тогда я побрызгаю. Вы забудете. Вы реально забудете. Я через это проходила. Вы забудете. Держите его где-то вот тут у себя в кармане. То есть под рукой. Вы знаете, что через следующие 2 часа вам опять нужно брызгать. И, честно говоря, народ это не особо смотрит, если вы там кого-то стесняетесь. То есть будильник прозвенел, вы заходите в автобус. Выключаете будильник, тут же берете эти капли. Прыскаете. Все супер. То есть вы сразу знаете. Ага, все, выпрызнули. То есть это проходит лечение. Вы проходите лечение, которое, кстати, вот это помогает. Вот акваморис, он реально помогает. После него я стала дышать очень-очень хорошо. Но, единственное, конечно, он по цене стоит немножечко дорого. То есть там за какое-то определенное время его лечение у вас может уйти 2-3-4 тюбика. Как вариант, я тоже через это все проходила. Конечно, надо было это все записывать. Вы можете развести сами. Тот же самый вот жидкость аквамориса. Там, по-моему, пол-литровая, по-моему, бутылочка воды. Добавляете туда чуть-чуть соли. Все это перемешиваете. От этой бутылочки вы берете совсем немножко. Если, конечно, у вас получится, здесь вот, по-моему, нету такого. Сейчас не знаю вообще, есть такое, существует. У какого-нибудь тюбика отвинтить крышку, промыть его как следует, прям его помыть. Заливаете туда эту жидкость и все. То есть, ну, там уже смотрите. Если у вас закладывают, значит, вы соли что-то побольше добавили. Если у вас какие-то есть в носу неприятные ощущения, то, скорее всего, либо бутылка была грязная, либо вода плохая, либо бутылка как вот, либо это была грязная, либо та была грязная. То есть, обязательно промывайте ее как следует. Там с каким-то, может быть, средством, я сейчас не помню, но в интернете про это прочтете. Ее просушиваете и потом делаете. То есть, вы сюда заливаете, а ту воду, которая осталась в той бутылочке, вы ее выливаете. Она уже все, она не подходит. Ну, соль дешево стоит. Это не сахар. Как бы, ну, можно сделать снова опять свежую жидкость. То есть, проходит время, да, вы эту заканчиваете, делаете свежую жидкость, опять заливаете туда и пользуетесь снова, снова, снова. Есть такой вариант. Также, как вариант, есть, продают сейчас в больших таких тюбиках, как же их называют-то, тоже для промывания носа, но он называется для промывания носа почему-то. Аквафор, что ли, ну, не знаю, короче, не помню, как они называются. В больших тюбиках у них, они металлические, и у них носик так вот в бок смотрит. Можно покупать такой. Там жидкости гораздо больше, но опять же, вам понадобится вот такой тюбик, потому что тот, получается, у них очень сильная струя. Это просто неудобно, очень неудобно. Вы ее засовываете в нос, нажимаете, она, во-первых, с трудом нажимается, плюс сильная струя, вы там чувствуете, не захлебываетесь. Я даже как-то пробовала, у меня никак не получалось. Я так сижу, пытаюсь нажать и нажимаю, и получается, что у меня эта струя просто вот так отлетает на 3 метра. Вот, я прям ничего себе, то есть я его переливала вот в такой тюбик. Опять же, я этот тюбик мою как следует, просушиваю. Причем долго не просушивайте, потому что туда залетает пыль, и это не очень хорошо. Туда заливала я его, и все. Обязательно закрывайте тот тюбик. И закрывайте всегда крышечкой вот этот, иначе сюда попадет грязь, пыль, и у вас начнется все заново. Обязательно закрывайте. Вот, спустя там какое-то время, вот так, в Аморис, он мне реально помог, я начала дышать. То есть, в принципе, вот это средство прям классное. Но уходит очень много на него денег. Не помню, сколько там по времени надо. Наверное, месяц его надо принимать, я думаю. Самого тюбика, наверное, если 8 раз брызгаешь, то, наверное, он часто заканчивается. Это было уже давно, это было уже больше 4 лет назад, наверное. Поэтому, честно, я не помню. Вот, обязательно все записывайте. Заведите тетрадку и записывайте. Потом, значит, спустя какое-то время, конечно, опять же, это маленькое лечение. Его этого лечения хватает ненадолго. У всех по-разному. Бывает на месяц, на два, на три. Я поняла, что спустя какое-то время нужно опять лечиться. Он мне опять перестал дышать нос. И что-то надо делать. Я пошла опять, значит, в аптеку. Мне там посоветовали тизин. Вот, тизин, он тоже, в принципе, мне помог. Но он помог только единижды раз. Один раз. В следующий раз, когда мне понадобилось, он мне так сильно заложил нос, я дышать даже не могла. Только один раз. Опять же, мне там посоветовала какой-то, какая-то фармацевт. И как бы все. Ну, за все вот это вот время, за все эти вот лекарства, у меня нос все равно немножко улучшался. Дышался лучше, лучше, лучше. Особенно вот после Аквамориса. Он как-то все-таки помогает. И пеносол, он тоже помогает. Там травки какие-то, там вот маслянистые, вот это там такая основа. Вот, когда, опять же скажу, когда вы закапываете, покупаете спрей, только спрей, вы закапываете, запрокидываете голову, оно должно само, не надо помогать, само туда все протекать, впитываться. И тогда будет эффект. Не надо там, там, там хорошо, я проглотила все. Фу-фу-фу, как там невкусно. Не надо этого делать. Все должно само. Только тогда будет эффект. Это вот надо вам прям запомнить. Лучше всего, конечно, если вы ляжете. То есть, закапали, копы так легли, полежали там минут пять, или там сколько-то времени, да, все туда впиталось, в кожу, там через носик все впиталось, и тогда будет все супер. У меня последнее средство, которым я пользуюсь уже последние два года, которое мне реально помогает. Но тоже бывают иногда сбои. Средство у меня Нозефрин. Вот такое. Это у меня аналог. Он стоит 400 рублей с чем-то. Но есть еще, то есть, его не аналог, не знаю, как это называется. Он стоит дороже. Он то ли стоит 600 рублей, то ли 500, не знаю. Здесь мне уже мамина подружка посоветовала, у нее тоже проблемы с носом. Вот. Здесь вот немножечко он сложноват тем, то, что в инструкции написано, что нужно как-то раз там, как-то непонятно, его несколько раз нажать, чтобы что-то там зафиксировать. Короче, я читала-читала, ничего этого не поняла. Это у меня уже, кстати, уже третий или четвертый тюбик. Но им нельзя слишком много брызгать. Вот. То есть, читайте инструкцию, начинайте с малого, то есть по одному разу каждую Ноздрю, по два раза не надо. Можете начать два раза, но на следующий день по одному. Лучше по одному начинайте. Потому что первый раз я побрызгала, мне помогло. Второй раз мне помогло. И третий раз, вот несколько месяцев назад, я в каждую по две Ноздри, по два раза вернее, в каждую Ноздрю брызгала. У меня заложило нос. У меня реально очень сильно заложило нос. И также не надо слишком долго. Там, по-моему, месяц надо брызгать. Месяц или... А, нет, не месяц. Неделя. У меня прошла как раз неделя, и я решила еще пару дней, чтобы четко у меня неделя получилась. Еще, может быть, за счет вот этого у меня заложило нос очень сильно. Вот, пришлось мне ждать, пока у меня немножечко это пройдет. И сейчас я вот заново прохожу лечение. Правда, иногда забываю брызгнуть. Но у меня уже нос снова начал дышать. Уже лучше. После вот этого лекарства нос может дышать где-то месяца два-три. Бывает даже три месяца. Но в итоге снова получается, что снова его нужно купить. Опять пройти недельное лечение. И у вас опять будет все супер. Но тут получается еще другое то, что когда вы проходите лечение, у вас здесь еще остается жидкость. И как бы она хранится там что-то не так долго. И когда вы в следующий раз брызгаете этой жидкостью, она уже не такая вкусная становится, не такая хорошая и может заложить нос. То есть, не знаю, делали бы как-нибудь, наверное, порцию поменьше, что ли. Не знаю, что-нибудь придумывали бы. Вот. Ну, тоже приноровитесь. Это вот, сейчас вот я остановилась на нем. Это вот реально качественное. Мне понравилось. Есть, ну, как бы это аналог. А есть еще не аналог. Вот. Не знаю, какой уж он там. По составу вроде они должны быть одинаковые. Вот. Его тоже мы ставим сюда. Получается, у нас здесь всего 5 срез. Должно быть 6. Но, к сожалению, самое-самое свое первое, я опять же скажу, я не помню. Потому что там было оно каплями. И мне каплями вообще не помогло. Каплями оно просто стекало туда в глотку. И все. Как бы оно даже не задерживалось. Не знаю, зачем делают каплями. Вот. Я думаю, если у вас проблемы с носом, пробуйте, знаете, наверное, снуп. Я не знаю, вот снуп, честно, оставьте на потом. На самый-самый крайний такой вот вариант, способ, что ли. Если уж не получится, тогда можно снуп. Хотя бы снупом просто вы будете поддерживать нос. Брызнули, он у вас дышит. Там 12 часов прошло, там или сколько-то, 8-12, да. Он у вас перестал дышать. Вы там подождали сутки, на следующий день опять брызнули, он у вас дышит. Только вот так вот. Как лечение, допустим, вот тизин я, честно, уже даже смутно помню, не помню. А вот как лечение можно попробовать пеносол сейчас вот изначально купить. Он потом, по-моему, для насморка подходит, что ли, я сейчас не помню. Также вот спрей назальный. Он, то есть ни капли. То есть пройти им лечение, потому что тут все-таки травки всякие, они должны вам помочь. И потом, если у вас опять через какое-то время начнутся проблемы, пробуйте акваморис. Это вот реально поможет. Но, опять же, ставьте будильник через каждые 2 часа. Через каждые 2 часа четко брызгайте. Не оставляйте, но потом сейчас я выйду на остановку. Сейчас я там до дома быстренько добегу. И тогда брызгайте. Пока вы добежите до дома, уже прозвенит снова будильник. И получается то, что вы в прошлый раз не брызнули, в этот раз не брызнули. Там пришли домой, у вас были грязные руки, вы не брызнули. И в итоге вы брызгаете только вечером. То есть все вот это вот время, сколько вы находились на лечении носика своего, которым, кстати, дышите, получается то, что на смарку. Обязательно ставьте будильник и тут же брызгайте. Не важно, где вы идете. Выбрасываете мусор, едете в автобусе, заходите в автобус, выходите. Стоите в очереди, даже если на кассе достаете. Он у вас должен быть в кармане, рядом в кармане. Не где-то там в рюкзаке под кучей кашами, продуктами и так далее. А вот здесь он у вас должен быть. Да, он большой, но ничего. Вы пройдете лечение, у вас будет все супер. Вы достаете, брызгаете, запрокидываете буквально там минутку или там не знаю, как у вас там это все будет. Держите, да, голову и все. И вы дышите. Дышите дальше, то есть пока вы им лечитесь, вы постепенно тоже начинаете дышать. Проходите лечение полностью. Если там написано неделя или месяц, значит четко месяц. Вы записываете. Сегодня с утра вы начали, допустим, 1 марта. И 30 марта там или 1 какого-то, ну ладно, 30 марта вы заканчиваете. То есть ровно месяц. Не надо делать на один день больше. Пускай будет там у меня не 31 марта, а как будто бы 32 марта или 33 марта будет. Там еще 2 дня там продержусь, там пускай. Не надо. Если там написано месяц, 31 день, значит 31 день. Не надо ничего больше. Вот тоже это я уже по себе поняла. Вот. В принципе, я вам сказала все. То, что было нужно. Все советы. Я надеюсь, что вам мой ролик очень-очень поможет. Также вы можете написать в комментариях, какими средствами пользовались вы. Я с удовольствием прочту, с удовольствием бы купила и попробовала. Потому что это то, что вы надышались пылью, аллергия на пыль, она остается, к сожалению, на всю жизнь. Вот. И то есть всю жизнь вы дышите уже совершенно по-другому. Уже не полной грузью, да, так скажем. То есть плохо дышите. И допустим, когда вы брызгаете с нуп, думаю, что вы уже все супер, вы дышите, вы побрызгаете с нупом. И именно вот после него вы начинаете дышать хорошо. Но это опять же на какое-то время, на несколько часов. То есть, ну, к сожалению, это так. Поэтому, пожалуйста, берегите свое здоровье, берегите его с молодой. Если вам вдруг подарили пылесос и сказали, что если вы не будете его чистить, то у вас его отберут. Значит, вы скажите в ответ, забирайте лучше. Мое здоровье мне важнее. Ну, я думала, что я буду аккуратненько. Его не буду дышать. Я отворачивалась, одевала маски какие-то, заворачивала там, я помню. Но все равно, каждую неделю вытряхивая этот пылесос, конечно, я постепенно, постепенно вот так вот дышала, дышала. Я уже начала замечать, что у меня нос не так хорошо дышит. А в последний момент вот я очень сильно надышалась. Вот. Зато теперь у меня нет пылесоса. От этого пылесоса я благополучно избавилась. Избавилась от всех ковров. Вот. Мне гораздо проще помыть полы. Хотя свекровь говорит, давай, давай, давай. Давай мы купим тебе палац, давай мы купим новый пылесос. Нет. Не надо мне никакой пылесос больше. Я не собираюсь его вытряхивать. Хотя, кстати, там у меня был пылесос, просто стаканчиком его там вытряхиваешь как бы и все. Но все равно это пыль вот она вот. Она пыль в принципе как бы есть, она еще везде летает, понимаете? Особенно на солнышке ее всегда видно. То есть так без солнышка ее не видно, а так ее видно. Вот. Поэтому выбрасывайте все пылесосы, мойте полы и берегите свое здоровье. Нос, блин, это знаете, нос это тот орган, которым вы дышите. Которым вы перестаете, кстати, во время, когда он вас закладывает, вы перестаете ощущать запах. Запах там блинов, там чего-то вкусного, да? Вот этот вот запах. Вы перестаете ощущать запах зелени. То есть, ну, как-то там вот что-то вроде есть, на улице выходит, что-то есть, но не настолько, как было раньше, например. Аромат хлеба, например, если пекарень где-то рядом или вы готовите, да, там, аромат цветов. Вы уже с трудом его ощущаете, уже не так. А когда вы пройдете все вот это вот лечение, сейчас вот я уже заново, относительно недавно я заметила, что я все эти ароматы стала наконец-то ощущать. Может быть, конечно, у меня нос стал уже получше. Я надеюсь, что за эти год, за эти пять лет, даже уже чуть-чуть побольше, уже шесть лет, наверное, прошло семь. Надеюсь, что у меня нос стал дышать лучше, чем был изначально. Я очень на это надеюсь, но я ощущаю запахи. Не настолько, как был, допустим, до того, когда я надышала с пылью. Не настолько. Но хотя бы чуть-чуть я чувствую, хотя бы капельку. Вот, поэтому на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно лайки. Если вам понравился этот ролик, я очень для вас старалась. Нашла все эти тюбики с большим трудом. Как бы за эти пять-шесть лет, это было сложно, конечно, найти их. Хорошо, что они у меня остались. Вот, я очень надеюсь на лайк от вас. Я надеюсь, что я кому-то помогла советом. Может быть, такой средством, таким вот, какой-нибудь вы купите. Берегите свое здоровье. Берегите. Также смотрите, у нас есть другие ролики. У нас есть обзоры, влоги. У нас есть очень интересные влоги, как мы живем с сыночком. Как мы путешествуем, отдыхаем, гуляем, развиваемся. Кулинария есть. Там все-все-все, много всего-всего-всего. О, соседи там падают. Вот. И всем пока-пока. Обязательно пишите комментарии свои внизу, кому нужна помощь. Я, может быть, смогу еще помочь. Потому что, мне кажется, наверное, я что-то еще забыла все-таки сказать. Напишите обязательно комментарии. Напишите комментарии свои средства, которые вам помогли. Я думаю, есть такие люди, как я, которых носик плохо дышит. И нужно изначально что-то делать. Если он у вас начал плохо дышать, сразу принимайте какое-то решение. Сразу покупайте. Не ждите месяц, два, три. Там она пройдет. Не пройдет. Лечитесь сразу. Начинайте сразу лечиться. И всем пока-пока. От вас жду лайков. Так, сейчас я вам покажу тюбики. Но еще вот для начала. Есть вот такой еще акваморис. Детский, он, кстати, довольно дороговатый, чем, допустим, для взрослых. Вот здесь 10 миллилитров с рождения, то есть до года почти ребенку. Вот, получилось так, что у ребенка тоже была аллергия на пыль. Свекровь его клала спать в манеж. И он очень сильно дышался. По ночам начал задыхаться. Я это услышала. Сразу поняла, в чем проблема. На следующий день мы уже купили вот такое средство. Я начала брызгать. Там тоже определенное лечение, по-моему, надо пройти. Там все это должно быть написано. Начала брызгать ему. Таких, по-моему, тюбика три у нас ушло. Мы прошли лечение. Мой малыш прошел. Он как раз ближе к году был. И потом он исполнился год. И вот мы потом вот такой, вот Акваморис, уже купили взрослый. Потому что, получается, по цене он подешевле, чем вот этот. Тут 10 миллилитров, он дороже стоит. А тут 30 миллилитров. В принципе, тут все одинаковое. Просто здесь как бы пшикает, а тут капелька вытекает. То есть ребенок может захлебнуться. И с года уже, даже год с чем-то, мы уже проходили лечение вот этим таким вот. Сыну очень, на самом деле, помогло. Возникли проблемы через несколько месяцев. Сейчас уже прошло полтора года. И, в принципе, слава богу, все нормально. То есть, вот если у вашего ребенка тоже проблемы, аллергия на пыль, ему меньше года, то вот такой вариант. Тюбик когда-то я оставляю, потому что им удобно очень. То есть, вы набираете, допустим, посуду какую-то. Туда вот так засовываете. Ой, там вода. Вот, сжимаете его вот так вот. То есть, он тут мягкий. Сжимаете, засовываете, отжимаете. И у вас внутри она. То есть, в какой-то момент я, по-моему, даже разводила. Типа вот акваморрисон. Но это можно все в интернете узнать, как разводить. Я сейчас уже, честно, не помню. И ему там прыскало. Вот, когда заканчивался, и мы не могли выйти, допустим, на улицу, там по каким-то причинам. То есть, я еще делала вот так вот. Тут у нас вода уже. Вот, поэтому этот тюбик я оставляю, его промываю. Кстати, если у вас вот такие вот тюбики есть какие-то, остаются, оставляйте их. Они вам могут потом пригодиться. Там тоже есть инструкция. Обязательно читайте инструкцию. То есть, вот, для детей, если до года, вот такая вот подходит. Вот вам тоже еще одна история. Так, акваморрис. Выглядит он у нас вот так вот. Вот, но здесь вот на самом деле тоже маленькая проблемка. То есть, вот здесь вот нарисована вот такая вот картинка. Вот она. А на коробочке там нарисована другая. И они есть разные, акваморрисы. То есть, вам, наверное, подойдет классический. Либо, наверное, знаете, наверное, вам нужно пройти и попробовать каждый, потому что какой-то может вам подойти, какой-то нет. Есть там со звездочкой. Со звездочкой красный, со звездочкой синий. Там либо почитать, чтобы на сайте почитать, что как. Либо в аптеке. То есть, они разные. Здесь вот регулярный уход, профилактика. Не знаю, там, чем они отличаются. Ну, вот у них такая особенность есть. Потому что однажды я купила не тот, мне не подошел. И у меня очень сильно нос заложило. Было нереально. Вот я даже сейчас уже забыла, не помню, какой мне там не подошел. Вот обязательно сохраняйте вот так вот коробочки. Вырезайте вот эту вот внешнюю часть. Первую и вторую. Чтобы у вас было две на всякий случай. На обоих пишите, чем он вам понравился, чем он вам не понравился. Вот или блокнот какой-то заведите. Ну, лучше вот на таких, наверное. Я вот так делаю. Так, ну, следующий у нас СНУП. В принципе, вот коробочка у меня осталась. Про СНУП я вам тоже, в принципе, рассказывала. Здесь 150 доз, 15 миллилитров. Цену, конечно, уже не скажу. Он уже у меня давнишний лежит. До 19-го года он даже был. Да, там даже еще что-то есть. Ну, как правило, они вот так вот остаются. Тоже написано. Спрей назальный СНУП. Ну, да, довольно хороший. Вот перед ценом можно брызнуть и дышать. Либо на улицу выйти там летом. Куда-нибудь пара цветов, допустим, вы решили пойти брызнуть. И вы будете дышать. Но это вот на определенное количество часов. То есть это часов на 5, на 6, на 7, может быть, вы будете дышать. То есть вот такой вот. Вот, ну, в принципе, там я вам рассказываю все это. Думаю, что ролик в конце выйдет. Так, тизин. В принципе, вот так выглядит. Надеюсь, вам видно. Давайте чуть-чуть пониже. Да, вот так пониже сделаем. Тизин. Для взрослых детей уже, детей вот старше 6 лет. То есть вот получается еще так, то, что ребенок у меня появился аллергия на пыль. И ему нужные лекарства, которые реально бы помогли сразу и на всю жизнь, давать нельзя. То есть ему было меньше года. И вот тут, конечно, просто проблема была. Что делать? Надо было срочно что-то делать, потому что ребенок начал задыхаться уже. Вот. Ну, и у меня, в принципе, тоже такое было. Я вам не сказала, там, по-моему, забыла. Тоже, я по ночам просыпалась и просто задыхалась. И, по-моему, как раз вот так его Морису, либо Снуб. Ну, в принципе, да, любое из этих вот лекарств у меня лежало, которое у меня на тот момент пользовалось. Лежало под подушкой. Вот так у нас пеносол. Пеносол, да, конечно, он мне очень хорошо помог, но вот, по-моему, единижды. Здесь, кстати, у нас вон полный тюбик, но он до 17-го года всего лишь. Вот. Ну, как вариант, вы можете попробовать пеносол, потому что тут травки. И, в принципе, он лечит. Он довольно надолго, по-моему, меня полечил. Ну, вот я, опять же, уже не записывала, конечно, и уже не помню. Хотя, честно говоря, у вас возникли какие-то проблемы. Заведите тетрадочку, блокнотик и записывайте, какие лекарства вы начали пить, как и сколько вы их пропили. Все это записывайте, какие, как, сколько и на сколько хватило. Там пропили, закончили пить, там, 17-го марта, например, такого-то года. И все, потом у вас возникли проблемы, вы подписываете, возникли. Что я пью следующее. Конечно, по-хорошему должно быть вот так. Но мне все время казалось, что все, сейчас я куплю следующее средство, побрызгаю носик и все будет супер. У меня все пройдет. Нет, конечно, это уже ничего не пройдет. Это уже все на всю жизнь, как травма. Сломал человек руку, и она потом будет у него каждый год болеть. В случае чего. Здесь вот насморка даже написано. Но она помогала мне. Так, и нозефрин. Сейчас я пользуюсь им. Это уже мой, по-моему, третий тюбик. Вот, сказать... Ну, в принципе, поначалу он мне помогал. Сейчас он мне уже не помогает. Я дышу, но очень плохо. Сейчас я прохожу уже заново им лечение. Второй раз уже бесполезно пока. Пока мне не помогает. Вот, не знаю, какое будет следующее средство. Если какое-то появится средство. Следующее, которое мне реально поможет. Я обязательно отпишусь в комментариях. Если опять соберу столько тюбиков. Может быть, запишу следующий ролик. Ну, это будет, наверное, ближайшие там лет через пять. Пока я их соберу. Ну, пока вот я пытаюсь пользоваться им. Ну, нет, не настолько я дышу, допустим, как раньше. Ну, как-то там дышу так, как получается. По-хорошему, конечно, может быть, я летом попробую вот опять же Акваморис вот этот. Потому что через каждые, там, по-моему, два или три часа брызгаешь. То есть, там, получается, шесть раз. По-моему, шесть раз в день. Мне довольно прям хорошо помогло. Прям классно было. Ну, вот это вот постоянно будильник звенит. Через каждые два часа, там, что надо брызнуть. Вспоминаешь, бежишь, там, брызгаешь. Как-то, конечно, не совсем удобно. Особенно сейчас с ребенком. Тогда-то у меня не было ребенка еще. Вот. Ну, ладно, не буду затягивать ролик. Ролик получится, там, наверное, и так очень длинный. Мы с вами вот посмотрели их. Я вам показала вам их близко. Вот. Я надеюсь, что вам какой-нибудь обязательно поможет. И берегите себя. Берегите своих детей. Не нужно их класть спать в манеже. Сколько бы вы полы не мыли, пыль все равно остается. Она все равно есть. И она будет, и она никуда не денется. И сколько бы вы не пылесосили, там, и все такое.